Лайкчарт 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 Привет! Многие знают тебя как артисты, но не секрет, что ты еще и продюсер лейбла. Почему решил пойти по собственному пути? Ну, наверное, потому что я не привык, что меня ограничивать. Точнее, каждый раз, когда я сталкивался с ограничениями, меня это выдвало из какой-то калии. И в один момент я понял, что мне стоит рискнуть, стоит попробовать. И при огромном количестве недоверия и насмешек со стороны, сегодня все те, кто не верили, не доверяли, сегодня нас приглашают, зовут, вставят в пример. Поэтому я считаю, что тот путь, которым я пошел, в принципе, оправдал себя полностью. Кто все-таки Эльман? Артист или продюсер? Ну, до создания лейбла «Рава Мюзик» это был однозначно артист, однозначно. На сегодняшний день, так как большое внимание мне приходится выделять Android Journey и сейчас Гафуру, не всегда остается свободное время на то, чтобы писать свою музыку, но я стараюсь находить свободное время, себе окошко там, когда студия свободна, и залетать писать что-то новое, интересное. Пока что я могу сказать, что больше времени в большей степени я занимаюсь продюсированием. Пока это все я пытаюсь наладить и поставить на рельсы. Как только все своим ходом поедет, я займусь своим творчеством и, возможно, напишу тоже альбом, выпустим его, может быть, в 2020 году. Но цель, мечта, планы стать продюсером, они, в принципе, всегда были, потому что я чувствовал проявление в себе лидерских качеств, когда там в школе, в университете, в каких-то кружках, и я понимал, что мне интересно создавать. Я смотрел, кстати, еще сериал «Империя», не знаю, видела ты? Нет? Есть очень крутой сериал, ну, как бы он про музыку, про артистов, про американский рынок, и меня очень вдохновляла история «Империи». И на фоне этого еще плюс я, конечно, прям серьезно задумался о том, что почему нет, почему нет, почему эта семья может, и у них получается, почему я не смогу. Или почему другие продюсеры, которые на сегодняшний день являются большими мастодонтами, там, и значимыми единицами, почему они когда-то смогли, будучи такими же обычными людьми, как и я, у меня не получится. Ну, я как-то слепо поверил в себя, и ребята тоже поверили в меня, и как-то, не знаю, получилось. Не боялся ли ты конкуренции? Конкуренции? Я, в принципе, не боялся, а что бояться, если они уже существуют? Точнее, я мог стать конкурентом, потому что рынок уже существовал, меня там, как бы, и не было, по большому счету, поэтому, продумав это, поставив себе задачу, я понимал, что я могу кому-то стать конкурентом. Возможно, вы имеете в виду, боялся ли я последствия, которые возможны, входя в этот большой поток таких артистов, там, лейблов и так далее, там, подобное. Но я понимаю, что сегодня совершенно другое время. Сегодня, ну, это не 90, сейчас ты можешь сделать то, что тебе нравится. Существуют блогеры, существуют новые артисты, которые сами себе сделали, и появился лейбл, который сделал себя то же самое. Говорят, что собственный лейбл требует огромных вложений. Что тебе понадобилось, чтобы его создать? Тут даже вопрос не в финансах. Тут вопрос в закалке и в стержне, и в характере. Скорее это, потому что в любой момент я мог просто свернуть назад. У ребят на тот момент еще не было ничего. То есть все силы были брошены, по большому счету, с моей стороны. И я понимал, что я могу закопаться, могу уйти в большие долги. И там с примерной зарплатой, я на тот момент был, там, порядка 30-50 тысяч рублей, уйти в большой долг, там, в 5-6 миллионов. Это было очень страшно. Вот так и происходило, что были моменты, когда я не понимал, что делать, потому что огромный долг. И, ну, непонятно, кто его будет закрывать. Типа, родители у меня не смогут это сделать, точно. Я сам, если у меня это не пойдет, должен буду очень быстро придумать что-то, благодаря чему я смогу закрывать эти долги. Ну, я об этом думал в последнюю очередь. И вопрос того, что там лейблы необходимы, огромные затраты. Но вот как у нас было, я могу сказать. То есть первые затраты серьезные мы понесли, когда начали оборудовать студию. Мы оборудовали студию, но достаточно бюджетно на самом деле. Оборудовали студию в доме, где мы жили. Сняли дом. Это тоже один из пунктов затратных, серьезных. Перевезли нашего звукорежиссера с Пятигорска в Москву. И начали просто много работать. В принципе, не суперглобальные, короче, затраты-то. Ну и, естественно, каждый трек обходился на каких-то денег. Какой нужен минимальный бюджет для раскрутки артистов? Очень сложно сказать. Очень сложно сказать, потому что, допустим, в нашей ситуации у меня была аудитория. Я делился своей аудиторией, показывал им своих ребят новых. Там Джонни, Андро. Со временем люди, видя уже тот материал, который есть у ребят, они начали влюбляться в них. Также наши друзья, блогеры, там, единые личности, которые тоже видели в них потенциал и хотели поддержать меня, мне тоже помогали. Показывали своим подписчикам этих людей. Если спрашивать, сколько необходимо денег конкретно, я не могу на это ответить, потому что... Смотри, какая у вас стратегия. Если у вас запланировано, как у нас, 20 песен за промежуток, там, 4-5 месяцев, то все-таки нужны будут финансы, нужны будут деньги, но это не баснословные цифры. Это правда, что с артистами твоего лейбла ты познакомился по интернету? Да, я познакомился с Джонником, наверное, года 3, может быть, в Инстаграме нашел, он снимал кавер. А Андрея нашел года 4, наверное, я увидел какой-то, я не помню, что за паблик был в Инстаграме тоже, он... Там был, короче, видеоклип, который они сняли на телефон, как потом оказалось. И я не понимал, что за язык там. То есть там была какая-то смесь языков, и еще он как-то так интересно все это интонировал. Ну, в общем, было непонятно, что это за язык. Я смотрю, думаю, блин, вот почему западные все так круто делают? Типа, я думал, что это американцы или там кто-то с запада, там, может быть, англичане, не знаю. Но я думал, что это не русский точно. Я смотрю, смотрю, потом перехожу к нему на странице, начинали встать, вижу, что-то на русском написано, что-то на украинском написано. Я напишу, чувак, ты что, видишь, из России стали? Он говорит, нет, брат, я с Киева, но я, типа, абсолютно родился в Москве. И как-то мы так задружили, что прям мы начали вместе мечтать, начали обдумывать. Кстати, у нас примерно сходились мысли о том, что необходимо создать лейбл когда-нибудь в будущем, когда он переедет. Ему тогда было 16 лет вообще, пацану. 16 или 15 лет, когда мы начали общаться. И я говорю, что я когда-нибудь это сделаю. Это еще было, по-моему, да, до «Фабрики звезд» было. Задолго до «Фабрики звезд». У вас дружеские отношения с Андро и Джонни? Или все это в рамках контракта? Мы не считаем себя друзьями, мы считаем себя одной большой семьей. Тут очень коротко, на самом деле. Если кто-то решит покинуть лейбл, не будешь забирать его сценическое имя? Ну, у нас это, я не знаю, это должно, знаете, как произойти, как из семьи. Если уйдет, я не знаю, там, старший брат просто развернется, уйдет из семьи, скажет, я вас больше не хочу знать. Или там мама или отец просто придет и скажет, все, я не хочу вас знать больше, я ухожу из семьи. То есть это очень сложно разрываемый союз, но все может быть. Но имя и так далее, там, подобное, конечно, не будем забирать. Но это неправильно, даже несмотря на то, что все это было вместе придумано. Я считаю, что каждый из артистов столько вложил в сердце, души, сил, что забирать что-то. Я понимаю, о чем вы говорите, я знаю прекрасно, какой вы пример хотели бы привести мне. Но у нас совсем по-другому все. Девочек, планируете брать в лейбл? Мы вообще планируем, что у нас будет всего пять артистов. Именно от Равы, именно Рава Мьюзик, то есть в лейбле. Сейчас у нас есть Андро Джонни Альман, это проект, ну как называется проект? Типа это вот балласт такой, да, это фундамент. Есть Гафур, который артист лейбла. То есть тут немножко, ну есть различия, наше трио и артисты, которые есть в лейбле. На сегодняшний день у нас стоит задача набрать пять артистов, еще одного, то есть. И возможно это будет девочкам. Я лично ищу девочку, реально очень неординарную, своеобразную, чтобы она, ее не нужно было прям наполнять, чтобы она была уже единицей, уже личностью какой-то. И пока я в поисках, пока я не нашел для себя того, ту девочку, которую я бы искал, вот ты теперь точно станешь. Кстати, подписчики интересуются, будете ли вы проводить кастинг? Не знаю. Мне кажется, кастинг, я сам проходил кастинг на новую фабрику звезд, на другие какие-то шоу. И я понимаю, что там очень сложно найти именно того человека, потому что разные факторы. Кто-то заболел, не может нормально спеть, кто-то переволновался. Вот эта система кастингов очень странная, я ее не понимаю. И я лично видел на фабрике ребят, которые не попали на фабрику звезд, я понимал, что они вот гениальны. Типа, как они не прошли? Моя голова вообще этого не понимала. То есть, если я смог найти там два достаточно успешных проекта, создать их, да, и увидеть в этих ребятах потенциал, значит, наверное, я что-то понимаю. И когда я видел этих ребят, которые не попали, я не понимал, куда вы смотрите вообще. Это как-то очень слепо. Кстати, ты говорил, что миссия лейбла дать альтернативу опошлиной музыке. Кого ты считаешь музыкальным антипримером в шоу-бизнесе? Да нету антипримеров. Есть примеры наоборот. И я бы не хотел прям сейчас называть чью-то музыку извращенной, опошляющей. Но в принципе все достаточно понятно. Зайдите в топ-чарты и послушайте большинство треков почти везде там про сучка я тебя, там, где-то уеду в Петербург кушать бургер и вот такая вот музыка. Ну, ну, все понятно же, все логично, нет? Ты спросил, а получается ли у нас? Я считаю, что у нас получается. Потому что в принципе все песни, которые мы выпустили, они нашли своего слушателя. Поэтому я думаю, что у нас получается. Что скажешь насчет песни «Дважды», которая получила возрастное ограничение 18+. Вот это была... Ну, опять же, там нет разврата такого, но это была моя ошибка. Я вот эту песню не исполняю, в принципе, стараюсь не исполнять. Конечно, в тот момент мы писали разные песни. Она некоторым нравится. Ну, она песня хорошая. Но опять же, тут вопрос, каждый хочет ее дважды. Типа, ну, как кто понял? Можно понять развратно, можно еще... Ну, как угодно, а может быть, это песня. Каждый хочет ее дважды, понимаете? Ну, то есть, такой момент, я и не пою эту песню, и стараюсь, и не писать больше подобное. Я повзрослел. Ну, все от разных вкуса. Да, я повзрослел. А какой своей музыкальной работе ты больше всего гордишься и почему? Ну, наверное, Нирвана одна из самых сильных. Я хотел назвать Океан, потому что это большая песня. Все-таки она на самом деле большая, она глубокая, она мощная песня. Ты мой океан, тебе через туман, сквозь веру и обман, как надо нам. Ты мой океан. Меладзе даже сказал, что такие хиты, как Океан, рождаются раз в 10 лет поколению. Ну, я, наверное, буду посчитать Нирвану, потому что мне удалось все-таки за столько лет музыкальной деятельности сказать то, что у меня где-то глубоко очень сильно тревожит. И там я об этом сказал, и мне стало легче. Поэтому я считаю, что эта песня моя такая некая душинка. Важный вопрос и для продюсера, и для артиста. Какую музыку делать, которая нравится лично тебе или которая нравится твоим слушателям? Мы приняли решение, что мы будем делать ту музыку, которая нравится нам. И когда мы это начали делать, мы планировали, что наша музыка нравится людям. Поэтому мы же не можем абсолютно всем звонить и спрашивать, как тебе песня, правильно? У нас есть такой некий моральный кодекс при написании песни, о чем мы пишем. Мы можем что-то сделать, сказать какое-то слово или историю рассказать, да, которая пересекает границы, там, ну, вот как важный тип. Но мы просто стараемся этого не делать. Максимально стараемся. Каждый из нас в любом случае переживал какие-то ситуации. Мы просто не говорим о наркотиках. И мы не говорим о разрушении. Говорить об отношениях можно. Говорить, описывать какую-то историю, ситуацию жизненную можно. Ты сам когда-то начинал большую карьеру под продюсерским началом. Почему расстроил контракт с Виктором Дробышем? Именно потому, что тебе не нравится, когда тебя контролируют? Я начинал свою карьеру задолго до контрактов и шоу. Я начал свою карьеру еще с батлов с 2012-2013 года, наверное. И я очень много времени потратил на самообразование в музыкальном плане и самореализацию. Я оттачивал свой стиль, я оттачивал свою манеру. Я оттачивал панчи, тексты, как эту историю преподносить, подавать. Я прошел всю историю сам. Я от и до проработал все, что со мной сегодня происходит сам. Когда я попал на проект, у нас было обязательным условием подписать контракт. Вместе, не вместе, разницы нет. Песня за песней, куплет за куплетом. Дальше поступило предложение. Я его принял. Виктор Дробыш, он реально очень крутой. В первую очередь человек. Когда я видел, как он себя проявляет как человек, только вот на этом фоне я согласился идти на контракт. Только на этом фоне. В дальнейшем, я не могу сказать, что мы его расторгли. Мы просто приняли решение, что я предложил, он согласился. Я предложил ему историю того, что мне показалось, что я, если не смогу реализоваться, я должен за это понести сам ответственность. Если мне не получится реализоваться в рамках нашего на тот момент продюсерского центра, то я буду искать виновата. И с моим характером сложно было, ну, людям сложно, в принципе, сотрудничать. Я предложил такую историю того, что я хочу попробовать сам. Мы когда с ним заключили контракт, мы были в хороших дружеских отношениях. И мы в хороших дружеских отношениях на сегодняшний день. Я попросил этого человека как друга. Задал ему вопрос, как вы считаете, смогу ли я? Ну, получится ли у меня? И он мне сказал, что я в тебя верю. В своем инстаграме ты написал, что хочешь повторить успех Битлз. Почему именно они? Блин, я приехал в Лондон. У нас была крутая экскурсия. И то, что рассказывали, по крайней мере, нам на экскурсии, очень во многом было похоже с тем, что происходит у нас сейчас. Я часто так делаю, я часто совершаю, на первый взгляд, глупость, говоря ту или иную громкую фразу. Как, например, я сказал, когда был на фабрике, был первый профайл. Я сказал, что я создам хорошую конкуренцию тимам, тим этим. И на тот момент я не понимал, почему я так сказал. Это было смешно. Ну, реально, люди потом смеялись. И даже вот я недавно был в Брянске, ну, просто приехал к друзьям, и у нас было такое некое собрание для молодежи. Мы закрыто это сделали с другом, абсолютно просто по душам поговорили с ребятами, которые стремятся в музыкальную индустрию. И они говорят, ну, это же было смешно. Но я говорю, а в итоге как оказалось? И они мне сказали, что первый раз, когда мы увидели, это было смешно. А сейчас, когда мы открываем свой плейлист, мы понимаем, что тут уже не до смеха, потому что, в принципе, вся музыка состоит из треков Рава Мьюзи. И, то есть, я не знаю, почему я сказал это. Просто это сказал, потому что я это захотел. Внутри вырвалось. Вот то же самое я сказал про Битлес. Я не знаю. Может быть, я что-то иногда чувствую наперед. Кем ты еще вдохновляешься, помимо Битлз? Я, мне очень нравится Конор. Конор Макгрегор. Не знаю, блин, почему так. Конечно, много негатива, много положительных. Комментариев в его сторону. Мне он нравится. Мне кажется, что он достаточно яркий пример того, как, опять же, обычный сантехник может стать суперзвездой. Суперзвездой. Не знаю, это проект, не проект. Но так как он держится, так как он себя позиционирует, так как он верит в себя, верит в свои слова, для меня было переломным моментом, после которого я прям понял, что этот чувак очень крутой. Кстати, о соцсети. Сколько времени ты обычно там проводишь? Я себе поставил ограничения на 3 часа в Инстаграме. Есть в телефоне такой прикольный режим, когда ты можешь ставить ограничения, и ты не можешь потом зайти. Вот. Я им пользовался 3 дня, и потом я его снес. Какое сообщение чаще всего приходит в директ? Где Джонни? Серьезно, где Джонни? Какие преимущества ты получаешь из профессии артиста? Ну, моя музыка имеет спрос. Все. Моя музыка услышана, это для нас самое главное. Может быть, рекламные контракты, одежда по бартеру, музыкальные награды. Музыкальные награды, кстати, да. У нас... Я могу говорить это со стороны продюсера, со стороны артиста, и у нас в лейбле что-то за полгода более 10 платиновых дисков. Одна песня аллея, только трижды платин. Кстати, в Инстаграме ты тоже рекламируешь некоторые бренды. Если не секрет, сколько стоит один пост? Слушай, у меня есть компания, с которой я сотрудничал. На сегодняшний день не знаю, дальше сотрудничать с ними или нет, потому что есть сомнения. Они устанавливают цены, и они занимаются этим вопросом. Где твои подписчики могут встретить тебя в обычной жизни? Топ-3 любимых твоих мест. В Москве. Мы на Арбате часто бываем. Мне нравится Арбат. Потом мы часто закупаемся в твоем доме, потому что мы так едем через твой дом и домой. Мы часто закупаемся. Много видосов есть, как мы гуляем по твоему дому. Я знаю, где точно меня можно будет встретить. Точно меня можно будет встретить 25 октября в Адреналин-стадион. Сто процентов. Новый концерт 25 октября вы решили провести совместный. Скажи, как родилась такая идея? Слушай, у нас не только концерт этот совместный, у нас роботур вообще. То есть у нас там в 30 или 40 городов будет концертный тур. И у нас был концерт недавно в Сухуми, где мы выступали втроем, мы собрали стадион. И, в принципе, это была изначально наша цель, задача. Мы хотели выступать втроем. Мы чувствуем себя комфортно втроем. Мы живем, и ни один из нас не мешает другому. То есть мы прям, прям это наша жизнь там начинается. И в завершение нашего интересного интервью, по традиции Гой заказывает свой любимый клип. Абсолютно любой. Что будем смотреть? Это Шерен и Тревес Котт. Антисоциал. Не в казочи, не переключайтесь. Прямо сейчас любимый клип Эльман. А я, Елена Русиновна, прощаюсь с вами ровно недели. С вами было первое шоу нового поколения LikeChart. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...